Применю только что доказанную вот эту формулу чуть-чуть хитрым образом. То есть я уже считаю, что все только доказательства. Я применю эту формулу чуть-чуть хитрым образом, и мы с вами в результате волокчей, потому что в году на Викторию Володных Мата у меня было посвящено несколько лекций подрядов. Посмотрите, в этом году в комбинаторике я прочитал несколько, честное слово, хороших лекций. Когда я взял комбинаторное должнство, такое знаменитое «Скортость флокауса Яхта» или несколько штук есть, да, вот, что называется, они довольно похожи. И многими разными способами, в том числе алкогическим, в том числе кандидатурным, я доказывал это самая должностная галстурка. Так вот, господа, сейчас от вас потребуется чуть-чуть терпения, но зато результат будет потрясающий, да. 1 плюс q в минус 1 х, 1 плюс q в минус 2 х, 1 плюс q в степени минус m плюс 1 умножить на 1. 2m скок. Согласитесь, что это похоже на пеномнио. Начинается, что называется, не с той степени, да, вот, а вообще-то более-менее похоже. Хорошо. Как сделать, чтобы это было, что называется, совсем похоже? А вот как? Я могу сделать замену перемен. Вместо х я могу подставить q в степени m умножить на 1. Так, ребята, здесь сейчас будет буквально несколько минут странных формальных преобразований. Но ничего выходящего из программы, что у вас в школах, сейчас не будет. Я должен взять и вот здесь, в листе, подставить вместо х ку в степени m умножить на 1 плюс q в степени 2m минус 1y и так далее. Единица плюс q в степени m минус 1y и так далее, и так далее. И кончится все это на единица плюс q в степени m минус 1y и так далее. Поэтому, вот здесь сумма, взятая по всем k от 0 до 2m. Смотрите, здесь гауссовое, разумеется, число сочетаний, да. Дальше пошел множитель, q в степени k на k плюс 1 пополам. И дальше y в степени k. В точности применил формулу бетон. А что такое m? n это 2m. Потому что я подставлял формулу, но забыл, что у меня действительно никакого n нет, а у меня есть 2m. Спасибо. Итак, это генома, это формула генома, которую мы с вами уже знаем. Ребята, однако, я сказал, что меня все-таки интересует вот это вот переведение, вот это число. Поэтому я сейчас должен, чтобы сзади свернуться. То есть я сделаю замену, ну, x равняется у в степени m, y. А сейчас я сделаю замену назад. Ну, понятно, что левая часть, она вернется, да. То есть, как можно писать, арм, то это та самая точность и левая часть. А здесь произойдет некоторые изменения. Это будет сумма, число сочетаний из 2m по k. Вот так смотрим, значит, q в степени k, k плюс 1 по полам. А вот дальше очень важно. y это x умножить на q в степени минус m. Поэтому здесь еще будет минус km. И здесь будет x в степени k. Отлично. k пробегает от 0 до 2m. Для того, чтобы у меня получилось то, что я хочу, я чуть-чуть поработаю с... Есть вот эти вот множители в количестве m к минус 1. Я из каждого из этих множителей вынесу последнее слагание. И тогда я выражение а смогу записать следующим образом. Кстати, мне уже сам вино понадобится, поэтому я его как раз сотру и напишу, что называется, в правильном виде. Смотрите, первые множители как были, так и остались. Там, где положительное и даже не отрицательное, там все хорошо. А вот теперь смотрите, здесь я когда выношу, то так и будет. q в минус 2, q в минус 1, q в степени минус m плюс 1. То есть вынесется q в степени минус сумма всех чисел от 1 до 1 минус 1. То есть m умножить на m минус 1 пополам. q в такой степени вынесется. Еще вынесется x в степени m минус 1. Отлично. А что теперь останется? Отсюда останется q в степени x в минус 1 плюс 1. Здесь останется q в квадрате x в минус 1 плюс 1. И так далее в конце. q в степени m в минус 1, x в минус 1 плюс 1. Теперь, господа, давайте сделаем так. Вот у меня выражение а здесь написано. И выражение а у меня здесь написано. Теперь нужно все остальное забыть и просто-напросто их приравнивать. Значит, я все из центра здесь стираю. Надо еще все поделить на x в степени m минус 1. Надо все уложить на q в этой степени. И теперь получится следующее. 1 плюс q в степени m x 1 плюс q в степени m минус 1 x минус 1. Так, это я написал. Теперь, что будет здесь? Здесь будет сумма. k пробегает от 0 до 2m. Число сочетания из 2m в к. Это правда. Теперь здесь q в степени. k квадрат плюс k пополам минус kм плюс m квадрат минус m пополам. Это все хорошо. Умножить на x. Смотрите, в какой степени. k минус m плюс 1. Надо вот это вот обозначить новой буквы. И через эту новую букву понять, что такое вот это. Что должно быть верно, такое равенство. k в квадрате плюс k пополам минус kм плюс m квадрат минус m пополам. Это есть k минус m плюс 1 умножить на k минус m и разделить на 2. То есть, проще говоря, что вот это вот длинное выражение, это l умножить на m минус 1 холм. Давайте, давайте поймем, собственно говоря, так это или нет. Для того, чтобы это понять, на самом деле заниматься алкогой не нужно. Объясняю, почему. Что здесь написано? Здесь написано треугольное число, правильно? Картинка такая. Преугольное. Здесь по вертикали m минус 1. Здесь вот m минус 1. Тогда треугольное число m квадрат минус m пополам это просто количество всех целых точек. Теперь от вершины прямого угла отступите k минус 1. И теперь надо нарисовать прямоугольник. Да, прямоугольник вот такой. Да. Нарисовал. Его площадь это k умножить на m. Ну, если количество точек считать, как я, то в таком случае надо лукапать, да? k умножить на m минус 1. Да. Просто взять и перемушить. Да? Вот давайте быстро проверим. Вот так это нет. Коэффициент при k квадратов. Коэффициент при m квадратов. Коэффициент при m квадратов. Коэффициент при k m. Вот здесь вот минус k m. Здесь минус k m. Да. Замечательно. Если коэффициент при k нас интересует. Здесь одна вторая. Здесь коэффициент при k тоже одна вторая. Коэффициент при m нас интересует. Минус одна вторая. Замечательно. Правда у меня получилось не вполне симметрично. Число l, смотрите, я почитаю, я прибавляю единицу, бегает m минус 1 до m плюс 1. Правда, да? До m плюс 1. Здесь число сочетаний из двух m по l плюс m минус 1 на q в степени l, l минус 1 пополам. Это произошло из-за того, что я, что-то не вполне правильно, ну, не вполне красиво выносил. Надо было выносить и вот из этой скобки тоже. Это самое произведение. Если m будет стремиться к бесконечности, то превратиться во вполне себе замечательный ряд. Где k пробегает значение, значит, от нуля. То есть единица плюс q в катой умножить на x в минус первой степени, где k больше или равно единице. Если устремить бесконечности, здесь у нас будут множители 1 плюс x, 1 плюс qx и так далее, но бесконечности это вот это. А здесь будут множители 1 плюс q в катой x в минус первой, где q в катой умножить. Все правильно? Разве не должно быть 1 плюс x в минус первой тоже? Что это? 1 плюс x в минус первой не входит, да? Нет, не входит. Не входит. В одном тут входит, в другом не входит. Вот. И это, вот это что за? Но если m злиниться к бесконечности, ребята, то вот здесь у вас, у нас вписано в прямоугольник размером l плюс m минус 1, если m стремится к бесконечности, то это стремится к углу, а значит, это будут все диаграммы. Вот мы все время считаем какие-то, а так это будут все диаграммы. И мы получили замечательную штуку. Мы получили здесь сумму, взятую по всем диаграммам. Эту штуку обозначают фиатру. Пусть есть специальное название для такой вот суммы, да? И когда на бесконечности. К углу в степени l, l минус 1 пополам, где l пробегает все целые числа. И x в степени. И что x? Где x? Я забыл. И x в степени, конечно. И там x забыл. Что? x правы, x забыл. Нет. Справа. Здесь, ну конечно, x в степени, понимаете, это почти тропеццентр. Вот, господа, вот это тождество, с которого начинается большая комбинация. Нам надо подставлять, что называется, вместо x, вместо q, там разные люди получают разные и так далее. И так далее, извините, что я уже это не успею, но мне кажется, что мы сегодня очень много сделали.